Местным отделением «Единой России» ведется постоянная работа, направленная на поддержку семей мобилизованных жителей муниципалитета. Оказывается, адресная помощь, проводятся мастер-классы, тематические приемы и праздничные встречи. Мы хотим вас поддержать, сказать вам огромное спасибо за вашу, ну скажем так, за вашу мудрость тоже, за вашу стойкость. На девичник в женский день пригласили сотрудниц дошкольных отделений Лопатинской школы. На встрече обсуждали насущные проблемы, с которыми столкнулись жены мобилизованных граждан. Мы проводим уже третье мероприятие по территории такое, каждый раз это нервы, каждый раз это боль. Но девочки делятся с нами своими проблемами, и мы по силе им возможности помогаем. Кому-то наборами продуктовыми, кому-то газовую плиту поменять, кому-то нужны мужские руки, потому что мужа забрали, и соответственно надо кран прикрутить, что-то дома по хозяйству. Муж Дарьи Осинцевой служит штурманом в военно-морском флоте. Бесконечные командировки и полеты вместе со служивцами доставляют грузы для наших ребят. А дома ждут жена и дочка София, пяти лет. Все время переживаешь, поел ли, попил ли, как поспали, есть вообще у них какая-то возможность поспать и какие-то другие жизненные моменты исполнить. Тот же самое, хочется, чтобы душа радовалась, чтобы они отдыхали. Естественно, переживаешь, и ребенок постоянно спрашивает, где папа, когда папа прилетит. А вот муж Татьяны Хрипаковой, Владимир, был мобилизован 17 октября 2022-го. Он не профессиональный военный, в свое время служил по призыву. В зоне СВО стал командиром штурмовой группы. Мой муж настоящий мужчина. Я благодарю за это свою свекровь, которая его родила, воспитала. Отдала мне в руки дальше. Он мне говорит, дальше я тебя воспитаю. Я говорю, хорошо, я в твоих руках, мой дорогой муж. Я горжусь своим мужем. Представители местного отделения «Единой России» от души поздравили жен мобилизованных с 8 марта и подарили продуктовые наборы для всей семьи. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.